Продолжение следует... В это время в Будапеште все изысканное общество собралось на лошадиных и автомобильных гонках, а в Праге в Будапештской опере в это время давали представление блестящего современного балета. Все это было тогда едино. Австрия, Венгрия и Чехи счастливо объединились в сдвоенную австро-венгерскую монархию. Ну, конечно, счастливо сказано несколько преувеличенно. Чехи, например, с давних времен страстно мечтали о создании своего собственного государства. Но в любом случае народы были объединены под скипетром старого императора Франца Иосифа. Здесь вы видите восторженный прием эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Жертвами этого покушения стали эрцгерцог Франц Фердинанд, его супруга и старое доброе время. Все это привело, как известно, к войне, зарегистрированной в истории как мировая война номер один. Жители Вены всем сердцем были на стороне своего старого испытанного императора. Чехи были не так полны энтузиазма в своих проявлениях солидарности, но энтузиазм, как вы прекрасно знаете, в серьезные времена с успехом насаждается официально. И так в Праге именно в этот день и началась история бравого солдата Швейка. Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Покушение в Сараево! Экстренный выпуск! Покушение в Сараево! И они убили Фердинанда. Какого Фердинанда, господин Палевец? Я знаю двух Фердинандов. Господин служит в аптекарском магазине у пана Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил бутылку жидкости для ращения волос. А еще есть Фердинанд как кошка, тот, что забирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко. Швейк! Эрцгерцога Франца Фердинанда! Иисус Мария! Это все-таки удалось. А где это с господином Эрцгерцогом приключилось? В Сараево. Они его застрелили из револьвера, когда он со своей Эрцгерцогиней в автомобиле ехал. Ну надо же, все одно к одному. Скажите на милость. В автомобиле. Он долго мучился, господин Эрцгерцог? Нет, тут же помер. Да уж, в автомобиле кататься опасно. Особенно если одновременно в тебя стреляют, тогда считай дешево отделался, если ничего не произошло. Хозяин! Что? Ну и что вы думаете, кто это сделал? Кто убил господина Эрцгерцога, это дерьмо меня не касается. Нам, трактирщикам, никакого дела до политики нет. Правильный хозяин, но сознайтесь, это ведь большая потеря для Австрии. Конечно, потеря. Скору нет. Ужасная потеря. Фердинанда ведь не заменишь каким-нибудь болваном. Что вы этим хотите сказать? Пожалуйста, господа, смените тему, ладно? Я этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а человеку потом неприятности. А когда-то у вас висел портрет императора. Как раз именно здесь, если я правильно припоминаю. Вы справедливо изволили заметить. Висел, да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. А мне нашего императора жаль. Это ж надо, на старости лет у него племянника подстрелили. Нужно железные нервы иметь. Вы думаете, наш государь-император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Убили моего племянника, так вот вам по морде. Кому же он это скажет? Ну, врагу, конечно. Но, черт возьми, наших врагов поколотят. Война будет. Больше. Продолжение следует.